Решили мы уйти из АПК. По той причине, которую они не выполняют. Лет 10 назад нам отказали в сене первый раз. Потом нам отказали в соломе. Сказали то, что они перебивают все мельчителем. И соломы не будет. Потом нам отказали в спашке огорода. Технику в помощь. Вывезти, например, навоз. Или куда-то съездить в машину бортовую, взять большую. Нам никогда никто не давал там. Раньше мы были пайщиками колхоза. Но колхоз был разделен на два хозяйства. Значит, маслоцех и колхоз кировский. Мы считали, что мы... Ну, кировский, евсеевский. Мы считали, что мы в одном колхозе... Значит, это... А потом нас начали с 2007 года. Нас 12 или 13 раз передавали из организации в организацию. Без собраний, без наших... Без всяких... Нам никто не говорил. Без оповещений. Без оповещений. Без оповещений, без всего. Передавали из одной организации в другую. Ну, желание уйти оттуда такое же, как и у всех. Потому что то, что они произвол творят, это уже знают все. И уже этому пределу просто пришел конец этому. В прошлом году я приехала получать пай. Мне сказали, что нужно платить доставку, оплачивать. И я говорю, по какой причине? В договоре этого не указано. Они мало того, что в одностороннем порядке отменили доставку сена, доставку соломы. Помощь с пашкой, помощь при похоронных услугах. Это все с пашки огорода. Они все это отменили сами. Никого не предупреждая. Ни одного собрания не было собрано никогда за все время, что они уже у власти. И власти у них, они вот с 2007 года, они... Ну, десяток руководителей у них поменялось. Поменялось, а даже 10 или 12, я точно не помню. Ну, и ни с одним из них мы не были знакомы. Ни одного собрания, он ни один руководитель не провел с людьми. И я приехала, чтобы спросить, почему доставку сделали платной. Раньше этого не было. Я прождала его два часа, и не я одна. С быстрянки люди были, сидели с раздором люди. Человек приехал в шапку, набрал зерна, чтобы показать, какое качество дают нам этого. Зерном это и назвать нельзя, просто половый. Горщ привез, и мы его два часа прождали, этого нового руководителя, он как раз только заступил Грицай. Его мы не дождались. До двух часов дня мы просидели, и так он и не появился людям на глаза. А многие хотели с ним познакомиться. Ну, вот это и все. У нас машина стоит 400 рублей, чтобы привезти с нижней кундрючки сюда, в Кереховку, зерно. Оплачиваем машину. Становимся на очередь. Когда эта очередь подойдет, когда они привезут. И привезли в этом году, привезли одну полову почти. Зерна мало. Объяснили это как-нибудь? Никто ничего не объясняет. Мы никого, начальство, никогда на собрание не собрали, никогда никого мы не видели. Чтобы кто-то пришел и нам рассказал, чего объяснил. Никто ничего не объясняет. За 15 лет нас ни разу не собрали, не повестили. А прошлый договор был на сколько лет заключен? Ой, у нас с договором вообще произошла у нас мифистическая история. Мы подписывали договора на 5 лет. Какой год? Первый с 2006 года. Да, с 2006 года мы подписали на 5 лет. Когда нам принесли уже оформленные готовые договора, там оказалось 15 лет. Просто мы люди, мы юридически не подкованы. Нам никто не сказал, что впереди пятерочки, поставьте букву Z, чтобы ничто не было подставлено. Они там поставили 15 лет. И мы оказались на 15 лет просто в рабстве. Они с нами творили, что хотели. Мы ждали, пока закончится срок нашей аренды. И хотели перейти в наш колхоз. Потому что нам дали на свои берега. И мы больше помощи видим от нашего колхоза, чем от АПК. Собрались 5 человек ячейка. И попросили помощи в администрации Верхнекундрючинского. Чтобы нам дали разрешение, чтобы сделать собрание. Объявить в газету «Звезду Придоню» местную, чтобы люди собрались в пасеке, кто хочет, чтобы перешли. Мы приехали в администрацию, нам отказали. Сказали то, что сейчас коронавирус, мы не имеем права. Алло, Карина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Это вас беспокоит Александр, да. Карина Олеговна, мы здесь собрались опайщики колхоза. Пайщики с АПК, да. Мы ждем начало собрания. Без вас мы не можем провести собрание, начать. Ну, к сожалению, я не явлюсь, или к сожалению, или к счастью, так скажем. Мы же отменили собрание. Нам запрещают его проводить согласно 272-му постановлению правительства Ростовской области. Митинги собрания запрещены. Карина Олеговна, ну это же не митинг, не собрание. Это, ну, просто хотя бы приехали, поговорили бы. Сход пайщиков, сход собственников. Понимаете, если я приеду, я уже буду участником этого собрания. И я буду оштрафована, потому что запрещено проводить. Виктор Михайлович сказал, мы будем искать 5-ти решения. До 10 августа собрание будет проведено. Вплоть до того, что у всех участников собрания будут брать тесты на ковид, чтобы избежать вспышки, возможно. Не понял. Карина Олеговна, ну мы все в масках здесь люди. Все-таки вас ждем. Если вы не сможете приехать, то приедьте хотя бы в ваши сотрудники. Очень ждем вас. Люди все собрались. Александр, ну запрещено проводить собрание. Вы же понимаете. Да, мы вас поняли. Мы всем вторым установлениям. 25, как все мы знаем, 25 марта мы, сотрудники администрации Верховной Крючинской, напечатали объявление. В газете «Звезды Придоне» о том, что долгар аренды заканчивается. Вот у нас долгар аренды. Зарегистрированы от 1 сентября 2006 года. И по закону, согласно закону, мы обязаны провести собрание собственников земельных паёв. По показателю числа присутствующих на общем собрании собственников, кворум имеется. И по показателю количества долей тоже кворум имеется. Что такое кворум? Кворум это, ну, как объяснить. То, что мы имеем право проводить собрание. Но, опять же, согласно закону 101, федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, собрание считается легитимным или правомочным, если на нём присутствуют представители органов местного самоуправления. Не обязательно глава района, достаточно просто его представителя от нашей администрации. Такого представителя, как я вижу, на нашем собрании нет. То есть наше собрание считается нелегитимным. Незаконным. Все решения, которые мы сегодня будем принимать, они будут считаться незаконными. То есть собрались, поговорили, разошлись. Земля вся находится у нас в собственности. Это наша собственность. Почему мы должны вот это собираться, почему мы должны вот это вот, я не знаю, что это, крепостное право. Или, да все бунты от власти всю жизнь были. Так почему наша власть не может навести порядок? А они наводят порядок в каком смысле? Нас прессуют и всё. Глубочев Ивановна, и глава администрации Верхнепрогенческого сельского поселения в том времени собралось более 50 человек-собственников. Далее, около здания сельского клуба. А куда хотите переходить? Кировский, конечно. Возвращаться. Это наш любимый колхоз, мы выросли при нём. Мы родились, мы выросли, мы предатели. Мы предали Кировский, пообещали нам золотые оры, мы дураки ушли. Ты что, я до сих пор себе считаю предателем. С дорогой душой пойдём Кировский. У меня есть дед, работа и в Кировском. Зачем она мне нужна? Мы только свой родной колхоз, там где выросли и прожили всю жизнь. Понятно, хорошо.